Сейчас, наверное, именно то самое время, когда я хочу записать это видео. В общем, я безумно благодарна Нелле за то, что происходит в моей жизни вообще. Я никогда... Вот это видео будет длинным, я думаю. Я никогда раньше не могла увидеть и почувствовать своё тело. То есть я раньше не могла понять, что оно мне говорит. Я думала, что болезнь, но это просто с неба свалилось, и ладно. Как бы, ну, все болеют, это нормально, и всё. И я могла болеть там по полгода, я могла долго болеть там по две недели, прям затяжными болезнями, не понимая, почему так происходит. Сейчас мне хватает двух дней. Вот двух дней мне хватает на то, чтобы осознать и сразу же выздороветь. Всё, этого нет, этого уже не существует. Оно куда-то всё время девается, я не знаю, правда. Я не буду говорить там, чём я болею. Это просто обычные болезни, всякие ОРВИ, там поджелудочные, железа желудок, отравления, в общем, куча всего. И я хочу сказать, что моя жизнь просто, она капитально изменилась с тех пор, как я начала работать с Нелли, сотрудничать, потому что у меня очень много всего изменилось. Я жила с парнем, мы расстались, я уехала от него, и это хорошо, и это очень хорошо. Я, блин, да я не знаю, я даже не знаю, у меня столько мыслей в голове, я не знаю, как и сколько всего я могу рассказать, и скольким я могу поделиться. Но я даже не могу передать свою благодарность, потому что я чувствую, как она вот здесь, она просто во мне зарождается таким огромным нарастающим комом. И я с горящими глазами об этом говорю, потому что я, наконец-то, я не боюсь делать то, что я хочу. Ну, по крайней мере, так, как раньше я это боялась. Я не боюсь делать какие-то свои вещи, делиться какими-то своими услугами, продуктами, знаниями. Вообще неважно, просто записывать истории, там, знакомиться с людьми. И вообще многие вещи, которые я сейчас делаю, это абсолютно что-то новое. И ещё у Нелли вышла вот эта книжка про деньги, про втык вот этот вот. И она-то мне вообще голову вывихнула реально, просто хакнула мне весь мозг, потому что я прочитала, и я даже в какой-то момент, я тогда была на море, и я читала эту книжку и понимала, что я, блядь, я просто читаю эту книгу, и меня на 10 минут вырывает из всего. И у меня как будто разрывается, какая-то одна часть меня разрывается, тем самым разрывается эта часть в реальности, и я чувствую настолько сильное ощущение момента, что мне просто неохота даже двигаться, чтобы ничего не задеть и не изменить, а просто охота наблюдать за всем этим, как это всё подстраивается под мои мысли. И вот я сейчас рассказываю об этом, у меня правда мурашки. Я уже три с половиной минуты говорю о том, как я счастлива. Реально, я прям, я безумно счастлива, я безумно счастлива от того, что всё именно вот так сложилось в моей жизни. Поэтому, если это видео кто-то ещё увидит, кроме меня, я просто призываю всех делиться. Реально, вот просто делиться. Ты вообще насрать на эти деньги. Реально, вот пофиг. Даже вообще пофиг. Правда, это так не важно. Просто призываю всех делиться. Реально, говорить свои эмоции, чувства. Просто снимать сториз там в своём аккаунте. Не важно вообще, там, какой у тебя аккаунт и кто ты. Просто даже сколько тебе там человек смотрят. Вообще не важно. Но просто реально призываю всех делиться. Потому что это охренеть, как круто. И охренеть, как заряжает. И мотивирует. И это вообще всё новое. Всё по-новому каждый раз. Так что, блин, Нелли, я ужасно тебе благодарна. Просто нереально. А, ещё забыла сказать о том, что у меня, короче, сломался телефон. Где-то полмесяца назад. То есть, он не сломал. Это был телефон моего бывшего. И он разбился, короче, аккафель. Я его уронила, он разбился. И я, блядь, как я расстроилась. Я думала, блин, ну как я без телефона теперь буду жить. Типа, со сломанным ходить. Мне надо там работать, в нём делать всякие штуки. А я не могу, потому что он просто экран, ну, не работает. И Нелли мне сказала, типа, забей телефон. Иди, короче, гуляй, там, флиртуй с мужчинами. Иди, знакомься, там, просто тусуйся, а всё будет хорошо. Через два дня мне... А, она мне сказала, что вот мужчина тебе подарит телефон. Я такая думаю, какой нахрен мужчина мне вообще может телефон подарить? У меня его нету. Что, он первой встречной мне подарит, что ли? Через два дня, правда, один мужчина подарил мне телефон. Не мой мужчина, момент моей. Но я, блядь, я была в таком восторге. Я была просто в шоке. Я сидела и думала, ну, откуда она вот это могла знать? Вот просто откуда, где она это считала? Но я ужасно благодарна. Вот пять минут моей благодарности вот так просто даю её всем. Делюсь своей благодарностью и своими горящими глазами. И вообще своим хорошим настроением. Потому что я безумно счастлива. Делюсь. Спасибо. Продолжение следует...